Заметьте, за 10 месяцев до выхода фильма 22 критика прошлись по фильму буквально катком, утрамбовывая фильм. Всё против. Положительного ничего. А положительного приносили, ну, раз в 10 больше. Причём кто приносил? Остафьев, Распутин, профессура МГУ. Лермонтоведы, от которых я ждал критики, приняли все поголовно этот фильм. И говорили мне, что теперь Лермонтовед для нас будет вот таким, что вы нам его открыли, ещё в нём что-то открыли. Они все приняли, а эти нет. Это первый том, и я его откладываю. Фильм победил, когда мне исполнилось в этом году уже много лет, 65 лет, в августе месяце, ко дню рождения канал Культура показал этот фильм Лермонтов. И после этого тут же ещё и линию жизни со мной. И причём показал это и генеральный директор канала, Шумаков, чьё имя я помню. Он был один из тех критиков, которые осуждали этот фильм. Но сейчас он пересмотрел отношения и дал этот фильм поглядеть Россию, чтобы люди разобрались. Фильм победил. Всё то, что было против, всё рассеялось в прах. Почему это было? Не только потому, что я там был взять Бурдовчука, что мне дали это делать. Нет. И не то, что там родственники играют. У Соловьёв всё время жёны играют и так далее. Это вот. Это не причина. А дело в том, что первое, что им бесило, эту пятую колонну, это именно то самое, это то, что фильм русский, патриотичный фильм, православный фильм. Я помню реплики в Пензе, когда одна из женщин оценивала фильм, она говорила так, я мать трёх детей, вот на этом фильме я буду делать их патриотами. Из Тамагадана мне прислали рецензию, она оканчивалась так. В зал вошла разрозненная масса, вышел монолит. Вот что делал этот фильм, что они не могли позволить, что он добрые чувства пробуждает. И ещё один пункт, то, что я там задел масонство. Оказывается, не всё трогать можно. А я показал, причём так, что люди этого не понимали. Символы там есть, прочли только братья эти символы. И мой намёк на то, что и Пушкина, и Лермонтова удалялась жизнь один и тот же Круплиц. Они и те же люди. Тот же Карл Роберт Несселероде, массон и австрийский шпион, как выяснил, кстати, Михалков, который задумал делать фильм о Грибоедове, посетил австрийские архивы, поднял их и увидел, что этот министр иностранных дел России был шпионом при Русском дворе, что он отчитывался о том, что делается при дворе, лично австрийского императору. И привёл Россию к войне с Турцией. Этот плот и его деятельность. Редактор субтитров А.Семкин